здравствуйте дорогие друзья мы начинаем с вами дистанционную часть практики по геоботанике на Звенигородской биостанции МГУ и сегодня мы с вами давайте обсудим что такое геоботаника и познакомимся с ее основными понятиями меня зовут Попова Ксения Борисовна я ассистент кафедры экологии и географии растений геоботаника это комплекс нескольких дисциплин которые так или иначе касаются растительного покрова основных таких дисциплин можно выделить три это экология растений или аутоэкология это фитоцинология или синэкология и география растений аутоэкология растений или просто как обычно мы называем экология растений посвящена изучению влияния абиотических факторов на непосредственно растения традиционно рассматривается взаимодействие да взаимоотношения таких факторов как свет вода и богатство почвы и растений эта дисциплина находится на стыке с физиологией растений фитоцинология или синэкология растений изучает уже жизнь и растений в сообществе старое название этой дисциплины фито социология сейчас в русской литературе слово употребляется очень редко тем не менее она в общем отражает смысл этой дисциплины всем вам известно что такое социология наука социология говорит о человеческом обществе отношениях которые есть в человеческом обществе о структуре этого общества и закономерности функционирования приблизительно все то же самое можно сказать и о фитоцинологии только она изучает не человеческое общество а растительные сообщества и последняя третья дисциплина это ботаническая география которую можно поделить на географию растений и географию растительности география растительности что такое но вы наверняка со школы помните о выделении природных зон о ботаника географическом районировании и вот это все предмет изучения афи растительности география растений изучает ареалы растений вы тоже знаете наверняка что у всех у каждого вида есть свой собственный ареал основной целью геоботаники является изучение закономерности формирования растительного покрова в различных пространственных и временных масштабах то есть геоботаника может дать ответ что будет на этом месте через какое-то время при условии тех или иных факторов или что было на этом месте какое-то время назад цель нашей практики гораздо скромнее мы хотим вас познакомить с основными закономерностями формирования растительного покрова рассказать об взаимоотношениях видов друг с другом видов с другими живыми организмами и с окружающей средой познакомить с основными понятиями основными идеями нашей науки я уже несколько раз произнесла словосочетание растительный покров что же это такое растительный покров это весь тот зеленый мир который мы с вами наблюдаем и описывать его можно используя две разные модели одна из этих моделей это флора другая модель это растительность флора это совокупность всех видов занимающих некую территорию в идеале было бы хорошо если бы эта территория была естественной ну например флора бассейна реки дон ну гораздо чаще мы можем с вами встретить флору какой-то административной единицы да то есть увидеть книгу флора московской области флора мурманской области флора тверской области гораздо проще но нам удобно работать и мыслить этими административными единицами поэтому так оно и происходит что же такое растительность растительность это совокупность не видов это совокупность растительных сообществ опять-таки жена некой территории если рассмотреть совокупности флору и растительность то и мы получим характеристику растительного покрова любое сообщество в какой-то конкретной локальной флоре формируется не просто так это не какой-то спонтанный набор видов а это виды которые прошли так называемые комплекс сит трех сит трех фильтров первым таким фильтром является наличие доступных на той или иной территории диаспор конкретного вида диаспора это любая часть растения пригодная для его размножения ну например почему на биостанции не растет паобаб казалось бы что и условия совсем не те и климат совсем не тот но для начала у нас просто нет доступных во флоре доступных диаспор баобаба вот если бы мы его сюда завезли попробовали посадить и поняли что ну не растет здесь баобаб тогда уже стоило бы оперировать какими-то экологическими понятиями да и климатом и другими условиями но для начала у нас просто нет доступных диаспор первый фильтр который проходит растение заселяя то или иное сообщество это именно наличие доступных диаспор на той или иной территории если диаспоры есть в наличии то следующий фактор это фактор абиотический ну например во флоре збс живет растение россянка ну вот мы сейчас с вами ставим в лесу и никакой россянки вокруг как-то совсем не наблюдается второй фильтр это фильтр абиотический то есть абиотические факторы экологические для россянки в лесу не подходят ну очевидно да россянка болотное растение ей нужна определенная влажность определенная кислотность определенная освещенности так далее здесь условия совершенно для нее не подходящие и третий фильтр это фильтр биотический предположим что существует два очень похожих места обитания похожих и по территории на которой они находятся и по похожих также по экологическим условиям но на одном например мы наблюдаем виды семейства архидные а в другом таком же место обитания мы этих видов не наблюдаем всем это может быть связано вот во втором место обитания где мы их не наблюдаем они не прошли биотический фактор биотический фильтр как вы знаете архидном для прорастания и развития необходимо микосимбионт и если в почве нету подходящего для них гриба соответственно архидные заселиться не могут как вы помните в определении фитоциноза предложенного сукачёвым есть такая фраза про взаимоотношения растений друг с другом и с другими агентами живой и неживой природы какие могут быть эти взаимоотношения какие типы экологических взаимосвязей мы с вами знаем выделяют четыре типа таких взаимосвязей трофические топические форические и фабрические что значит все эти слова топические кто-то на ком-то живет графически кто-то кого-то ест форические кто-то переносит части другого организма Фабрически кто-то что-то строит из частей другого организма. Это четыре типа экологических связей. Исходя из представления о многообразии экологических связей живых организмов друг с другом, у вас сформулирована концепция так называемой консорции. Что такое консорция? Консорция состоит из детерминанта консорции или ядра консорции, которым всегда является обязательно автотрофное высшее сосудистое растение. И концентров разного порядка или консортов разного порядка. То есть концентры образованы этими консортами. Давайте поясним на конкретном примере. Вот у нас есть предположим высшее растение. Это клевер. Оно автотрофное и вполне себе может быть детерминантом консорции. Клевер опыляется шмелем. Клевер и шмель состоят в каких экологических связях? Во-первых, это связи форические, потому что шмель переносит пыльцу клевера от одной особи к другой. Во-вторых, скорее всего, трофические, потому что шмель прилетает туда, чтобы питаться на клевер. Вот шмель по отношению к клеверу будет консортом первого порядка, а клевер будет детерминантом консорции. Ну, давайте представим себе консорта второго порядка. Консорт второго порядка – это любое насекомоядное животное, которое способно съесть этого шмеля. Ну, предположим, условный ежик. Изучение консорций – дело довольно сложное, потому что очень сложно учесть все многообразие живых организмов, которые связаны с высшим растением. Во Франции был проведен эксперимент с длительным наблюдением за одной-единственной оцебью березы. Причем в расчет исследователи не брали некоторые группы микроорганизмов, которые сложно учитывать, и также некоторые сложные в определении группы грибов тоже не были учтены. По их результатам с одной-единственной оцебью березы связано около 700 видов живых организмов. Я еще раз подчеркну, это одна оцебь и 700 видов живых организмов, которые так или иначе какими-то экологическими связями были связаны с этой березой. Это все консорты первого порядка. Расскажу из своего личного опыта. Когда я писала дипломную работу, учась на кафедре тогда еще геоботаники биологического факультета, я изучала Иву Козью с Алекс Капре. Я изучала, конечно, не одну единственную оцебь, а всю ту популяцию, которая растет на территории Звенигородской биостанции в ближайших окрестностях. По моим подсчетам, хотя у меня не было возможности учесть очень большое число видов, это просто наблюдение в природе без каких бы то ни было специальных приспособлений, я насчитала порядка 300 видов живых организмов, которые были так или иначе связаны с Ивой Козьей. В определении фитоциноза Владимира Николаевича Сукачева была такая фраза про постоянную структуру фитоцинозов. И говоря о структуре, мы обычно подразумеваем два типа этой структуры. Это горизонтальная структура и вертикальная структура. По-другому вертикальную структуру можно назвать ярусностью сообщества, а горизонтальную мозаичностью сообщества. Ярусность сообщества лучше всего видна на примере лесного фитоциноза. Возможно, вы еще из школьного курса помните о том, что у нас можно выделить в лесу несколько ярусов. Верхний ярус – древесный ярус. В нем находятся большие взрослые деревья. Под ним идет кустарниковый ярус, ниже располагается травяно-кустарничковый ярус, и совсем на поверхности почвы располагается мохово-лишайниковый ярус. Кроме того, можно выделить так называемую внеярусную растительность. Например, лианы, которые обвивают все что угодно, другие травы, стволы деревьев, кустарники. Куда их отнести? Если эта лиана будет обвивать травянистое растение, то она не будет выше, чем это травянистое растение. А если будет обвивать дерево, то может быть вполне себе высотой с это самое дерево. Но, однако, в древесный ярус лиану никак нельзя записать. Кроме того, также ни в какой конкретный ярус нельзя отнести подрост. Существует два понятия – подрост и подлесок. Подростом называются молодые деревца, которые хотя бы гипотетически могут выйти в древесный ярус. Подлесок – это кустарники, которые никогда в древесный ярус не выйдут. На заднем плане находится большое количество кустов лещины. Вот здесь растет рябина. И в совокупности они образуют в этом лесу подлесок, потому что в древесный ярус они не выйдут. А рядом со мной растет молодой клён, который вполне себе гипотетически может выйти в древесный ярус. И, соответственно, мы его отнесем к подросту. Отдельная большая просьба – пожалуйста, не путайте слова подрост и подросток. Подросток – это молодая человеческая особь. Как правило, он трудный и у него не очень хороший характер. А подросток – это просто молодое деревце. Ниже кустарникового яруса располагается травяно-кустарничковый ярус. Ну вот здесь он представлен разными кустарничковыми травами. В основном это черника. А под травяно-кустарничковым ярусом будет находиться мохово-лишайниковый. Ещё одна просьба – пожалуйста, не путайте слова травяной и травянистый. Травяным может быть ярус, а травянистым может быть растение. Также сообщество может быть травяным, а травянистым опять-таки может быть только растение. Проведём аналогию – водяной и водянистый, или водный и водянистый. У нас среда может быть водной или водяной, а субстанция может быть водянистой. Ярусной структурой обладают не только леса. В травяных сообществах, например, на лугу, мы также можем увидеть ярусную структуру. Несмотря на то, что лук состоит только из трав, внутри вот этого травостоя, также теоретически, не обязательно всегда, но в принципе можно выделить некоторые подъярусы. Та же самая система и работает для леса. Например, в древесном ярусе мы можем в ряде случаев выделять подъярусы. Если у нас деревья различаются по высоте. Ярусность возникает в результате конкуренции за фактор. Вот такая наземная ярусность, которую мы видим здесь в лесу, является следствием конкуренции за свет. То есть каждое растение пытается занять какое-то своё место, чтобы наиболее эффективно улавливать свет. Например, в степных сообществах будет подземная ярусность. Травостой в степи будет приблизительно одной и той же высоты надземной. А вот структура корневых систем будет очень разная. Там будет разная глубина расположения корневых систем у разных видов. И это является следствием конкуренции за воду. Горизонтальная структура сообществ также называется мозаичностью. Она связана с тем, что экологические факторы внутри сообщества могут распределяться неравномерно. Давайте рассмотрим мозаичность сообществ на конкретном примере, связанном с неоднородным распределением осадков внутри сообщества. Вот сейчас, когда мы снимаем это видео, на улице очень жарко, температура около 30 градусов, но буквально вчера вечером шел очень сильный ливень. И понятное дело, что этот ливень выпал вот в этом вот лесу, в котором мы сейчас стоим, но рассадки были распределены неравномерно. Дело в том, что часть осадков перехватывается кронами деревьев. Хвойные перехватывают больше осадков, чем лиственные. Хвойные могут перехватывать порядка 3-6 мм осадков, а лиственные от 0,5 до 2. И вот эти вот осадки, перехваченные кроной, могут прямо с поверхности крона непосредственно испаряться, не достигая поверхности земли. При этом, если посмотреть на структуру кроны, например, ели, сосны и березы, можно заметить, что у ели ветви располагаются либо практически параллельно к земле, либо даже к ней наклонены. У сосны и березы, как правило, крона устроена иначе, ветви направлены вверх. Таким образом, те осадки, которые скапливаются на кроне ели, скатываются с ветвей, а те осадки, которые перехватывают березы и сосна, скатываются в основном с кроны по стволу и попадают таким образом на землю. Что это значит? Это значит, что сток по стволу у ели гораздо меньше, чем у сосны или березы. Приблизительно в 3-5 раз меньше. И, соответственно, в еловых насаждениях у нас приствольные повышения будут суше, а межкроновые пространства будут более влажные. И наоборот, в сосняках или березняках приствольные повышения будут более влажные, а межкроновые пространства будут более сухие. В определении фитоциноза, предложенном Владимиром Николаевичем Сукачевым Существует фраза о постоянстве состава фитоциноза Каким же может быть этот состав? Понятное дело, что в первую очередь это видовой состав Если у нас есть ельник-черничник, то в нем в древесном ярусе будет ель Доминировать в травяно-кустарничковом черника И мы с большой уверенностью, с большой вероятностью можем сказать Что обязательно в состав этого сообщества должны будут входить типичные бриальные виды мхов Например, плеврозиум шребери, хилокомиум спленденс Также наверняка в этом сообществе мы сможем найти другие вересковые кустарнички Кроме черники, ну например бруснику и так далее Это видовой состав Но состав сообществ может быть не только видовым Например, иногда бывает очень интересно проанализировать состав жизненных форм Или функциональный состав То есть состав растений с точки зрения их функциональных признаков Их функциональных ролей в этом сообществе Также мы можем поговорить о составе С точки зрения жизненных стратегий растений О жизненных стратегиях я вам расскажу чуть позже Кроме понятия фитоциноз в геоботанике еще существует такой термин как синузия Синузии называется группировка растений, занимающих одинаковую экологическую нишу Ну, примером такой синузии может быть сообщество весенних эфемероидов под полгом широколиственного леса Давайте вспомним, чем эфемеры отличаются от эфемероидов И те, и другие растения имеют очень короткий вегетационный период Но эфемеры при этом это однолетние растения, а эфемероиды многолетние Широколиственные леса, они потому и называются широколиственными Что они образованы видами, у которых действительно довольно крупные размеры листовых пластинок Это, например, клен, липа, дуб, ясень И под полгом этого леса всегда достаточно темно Поэтому растения эфемероиды развиваются в этом лесу ранней весной Так как почвы здесь достаточно плодородные И, в принципе, условия хорошие во всем за исключением как раз низкой освещенности Весной, когда еще листва этих деревьев не распустилась Эти растения полностью проходят свой жизненный цикл И остаются, да, надземные их органы отмирают И все остальное неблагоприятное время В данном случае оно неблагоприятное из-за того, что очень темно Они проводят в виде своих подземных органов И вот это вот сообщество этих эфемероидов Как раз называется, можно назвать синузией Летом образуется совершенно другая генерация трав в этих лесах Это так называемая неморальная широкотравья Важнейшей закономерностью распределения растительного покрова по планете Земля является зональность Вы наверняка знаете, что существуют природные зоны И в границах нашей страны их выделяется несколько штук Как же определить, какая растительность является зональной в том или ином месте? Ну, возникает такое простое решение Давайте посмотрим на карту, определим, где мы находимся И мы поймем, в какой мы зоне Но тогда непонятно, как же создавались эти карты Для того, чтобы на самом деле понять, какая растительность является зональной для той или иной территории Надо понять, что растет в этой местности в автоморфных позициях То есть испытывает воздействие климата И условия увлажнения зависят только от атмосферных осадков В этом месте не должно происходить никакого стока по склону Не должны быть подпытки грунтовыми водами и так далее Где мы можем найти такие условия, чтобы влиял только климат И были автоморфные позиции по увлажнению Такие условия мы можем найти на плакуре Плакур – это пологая междуречья Если мы посмотрим с вами на профиль Такой усредненная схема, профиль земли То мы увидим, что вот у нас есть одна река У нее есть террасированный склон Другая река с террасированным склоном Промежуток между двумя реками называется междуречи Если в этом междуречи будет выражен какой-то рельеф Холмистый или гористый То мы снова не получим здесь автоморфных условий Поэтому для определения зонального типа растительности Необходимо выбирать пологая междуречья Которая, собственно, и называется плакуром Мы в настоящий момент поднялись на плакур Мы находимся на Звенигородской биостанции И смотрим, какая же растительность здесь является типичной В древесном ярусе мы видим много хвойных пород В подлеске мы видим виды, характерные для широколиственных лесов Например, лещину или рябину А также мы наблюдаем подрост широколиственных пород Например, клёна или липы Да, всё это нам говорит о том Что мы с вами находимся в подзоне хвойно-широколиственных лесов Лесной зоны Кроме зональной растительности Существует также и внезональная растительность В неавтоморфных позициях У нас будут развиваться совершенно другие сообщества Это могут быть разные условия Это может быть, например, подкипитка грунтовыми водами Или близость к реке Тем не менее, во всех этих местах будут развиваться так называемые внезональные сообщества Или внезональная растительность Если брать их в совокупности Внезональную растительность делят на экстразональную и азональную И одним из примеров внезональной растительности могут быть так называемые азональные сообщества Давайте рассмотрим конкретный пример Мы сейчас с вами находимся на лугу в пойме реки Москва. Луг является азональной растительностью. У нас нет зоны лугов, никакой конкретной зоны он не приурочен, и вдоль реки Москва может пронизывать несколько зон. Другим примером азональной растительности могут служить болота, которые также встречаются в разнообразных природных зонах. Одним из случаев незональной растительности является экстразональная растительность. Что это значит? Это значит, что это сообщество характерное для той или иной зоны, но спорадически появляющееся не в своей зоне. Либо в зоне, которая идет от них более на юг, либо от них более на север. Василий Васильевич Алехин, который основал нашу кафедру в 1929 году, сформулировал так называемое правило предварения для горных систем. Это правило гласит, что северные склоны имеют растительность, схожую с растительностью более северной зоны, а южные склоны покрыты растительностью, характерной для более южной зоны. В условиях Зенегородской биостанции примером экстразональной растительности могут быть широколистные леса, которые развиваются на террасированном склоне реки Москвы. Соответственно, условия здесь отличаются от условий на плакорах. В отличие от плакорных местообитаний, здесь будут развиваться более богатые почвы, уже не подзолистые, дерново-подзолистые, а бурые лесные. И на этом склоне будут расти широколиственные леса, в основном с преобладанием липы и клёна в древесном ярусе, с большим участием лещины в подлеске, и типичными характерными видами неморального широкотравия в травяно-кустарничковом ярусе. В начале нашей видеоэкскурсии мы с вами уже говорили о том, что фитоцинология или по-старому фитосоциология изучает растительные сообщества. Ну и вот, если опять проводить аналогию с человеческим обществом, можно вспомнить, что у нас в обществе человеческом все люди совершенно разные, у каждого какие-то свои привычки, свои характеры, свои особенности. Ну вот даже если сравнивать несколько групп студентов между собой, можно заметить, что группы разные, состоящие из разных людей, при этом есть некоторые, ну скажем так, условно роли, которые они в этих группах играют. Наверняка у вас в группе есть какой-нибудь студент, который лучше всех рассказывает анекдоты, какой-нибудь студент, который очень быстро схватывает весь новый материал, или кто-нибудь еще, кто схватывает материал не очень быстро, зато без устали занимается дома и там отлично сдает все экзамены. В общем, мы все разные, но при этом можем выполнять сходные роли. С растениями все то же самое. Они тоже могут выполнять сходные роли внутри сообщества. И вот это вот их распределение по вот этим условным ролям, оно может быть описано разными способами, разными методами. Один из способов описания таких ролей – это концепция жизненных стратегий. Впервые идею о разных жизненных стратегиях растений предложил Леонтий Григорьевич Раменский в 1935 году. Он предположил, что растения не одинаково ведут себя в сообществе и выделил три таких группы, три жизненных стратегии основных. Соответственно, это виоленты, это патиенты и эксплиренты. Виолентов Леонтий Григорьевич сравнил со львами. Это сильные конкуренты, которые могут вытеснять другие виды из сообщества, которые потребляют много ресурса, активно занимают территорию. И таким образом, ну, чаще всего в этих сообществах доминируют. Вторая группа – это патиенты. Патиенты, патиентов Леонтий Григорьевич сравнивал с верблюдами. Это виды, которые расходятся с конкурентами либо в пространстве, либо во времени. То есть, либо занимают какие-то менее оптимальные условия, либо стараются закончить свой жизненный цикл до того, как конкуренты вступят в полную силу и, соответственно, терпят стресс. Третья группа – это группа эксплиренты. Эксплирентов Леонтий Григорьевич сравнивал с шакалами. То есть, это виды неконкурентно способные, но которым, тем не менее, нужно большое количество ресурсов, которые находят такие экологические ниши, в которых конкуренты по тем или иным причинам временно отсутствуют. Ну, например, был лес, стала вырубка или был лук, его распахали, и вот на это освободившееся место могут прийти эксплиренты, заселить эту территорию, прожить на этой территории, забрав максимальное количество ресурсов за минимальное время, и в дальнейшем они будут вытеснены другими растениями из этого сообщества. Рассуждения Леонтия Григорьевича были очень разумными, однако, к сожалению, они были чисто умозрительными. Никакой большой теоретической базы и способа подсчета этих жизненных стратегий он не предлагал. Во многом взгляды Леонтия Григорьевича Роменского всегда опережали свое время, поэтому большого распространения эта теория в те времена не получила. И в 1979 году, повторно, Джон Филипп Грайм также сформулировал идею о жизненных стратегиях растений. При этом на тот момент с трудами Леонтия Григорьевича Роменского он знаком не был. Грайм предложил ранжировать место обитания по двум факторам. Это степень стресса и степень нарушений. В данном случае под стрессом имеются в виду абиотические факторы, например, бедные почвы или слишком сильное затенение или какие-то не самые оптимальные условия увлажнения. Стресс действует постоянно. Под нарушениями Грайм понимал регулярное отторжение биомассы, то есть, например, это пресс фитофагов или кошения, или какие-то естественные нарушения, например, в горах могут быть обвалы, которые постоянно уничтожают всю растительность, верхнюю часть почвы. Или там антропогенный фактор, как сильное вытаптывание. Если мы составим табличку, где у нас будет сильный стресс, слабый стресс, сильные нарушения и слабые нарушения, то у нас получится, что в условиях слабого стресса и слабых нарушений будут жить конкуренты, в условиях сильного стресса, но слабых нарушений будут жить стресс-толеранты, а в условиях сильных нарушений и слабого стресса будут жить рудералы. И не существует жизненных стратегий, которые позволяли бы растениям жить одновременно в условиях сильного стресса, и сильных нарушений. Казалось бы, две эти классификации очень похожи. Однако, учитывая, что изначально ученые вкладывали в эти понятия разный смысл и акцентировались на разных аспектах, проводить точную параллель между конкурентами-виолентами, патиентами-стресс-толерантами и виолентами-эксплерентами нельзя. Это неправильно. Потому что, например, с точки зрения представления ромянского, вероятно, такое растение, вам хорошо известное, как иван-чай, попадет в группу эксплерентов. Однако, с точки зрения грайма, это практически стопроцентный конкурент. Кроме того, понятное дело, что между всеми этими стратегиями должны быть переходы. То есть, один и тот же вид, во-первых, в разных экологических условиях может вести себя по-разному, а во-вторых, стопроцентное проявление той или иной стратегии маловероятно. У нас каждый вид экологически индивидуален, занимает свою экологическую нишу, и поэтому просто поделить все виды на три группы не совсем верно. В связи с этим, Граймам была предложена методика ранжирования этих видов по трем осям. Это ось конкурентности, ось стресс-толерантности и ось рудеральности. Таким образом, получается вот такой вот широко известный в науке треугольник, в котором располагают жизненные стратегии. Также его называют треугольник Грайма. Буквально несколько лет назад Граймам совместно с другим ученым Пирсом был проведен большой статистический анализ связи жизненных стратегий растений с их морфологическими признаками. И в результате удалось создать способ подсчета этих жизненных стратегий, основываясь на площади листа, сухой массе листа и влажной массе листа. Таким образом, в настоящий момент мы можем изучать стратегии растений, используя вот эти конкретные математические расчеты и очень точно определять эту стратегию и свободно сравнивать стратегии видов между собой. В традиционной геоботанике при описании растительных сообществ используют два таких термина. Это виды-эдификаторы и виды-доминанты или доминирующие виды. Ну, с видами-доминантами все более-менее понятно. Это просто те виды, которых в сообществе больше всего они в сообществе преобладают, то есть доминируют. С видами-эдификаторами все обстоит немножечко сложнее. А виды-эдификаторы – это виды, которые создают свою фитосреду. Ну, давайте рассмотрим пример. Например, у нас есть ельник-черничник. В древесном ярусе будет доминировать ель, а в травяно-кустарночку он будет доминировать черника. При этом в этом сообществе виды-модификатором будет являться именно ель, а не черника. Ель будет создавать условия в этом сообществе. Ну, во-первых, она будет создавать большую тень, потому что у нее плотная крона с темной хвой. Во-вторых, она будет влиять на богатство почвы, потому что ее кислый опад, он очень сильно меняет богатство почвы, да, почвы в ельнике не очень богаты. И, в-третьих, будет также влиять на перераспределение осадков внутри сообщества, создавая определенную мозаичность. В травяно-кустарночковом ярусе доминирует черника, но при этом черника подобного влияния на сообщество не оказывает и просто является доминирующим видом. Видами-идификаторами могут быть не только деревья. Ну, например, на болотах идификаторную роль будут вообще играть мхи. Как вы знаете, да, на верховых болотах развивается плотный покров свагнувых мхов. Именно они будут обуславливать все почвенные условия и условия увлажнения в этих местах обитаниях. Другой пример – это лиственичные редколесья, ну, например, где-нибудь на севере Западной Сибири, да, в полосе леса тундры. Там образуются редкие, не сомкнутые лиственичные древостои, и лиственницы в этих сообществах не играют никакой идификаторной роли. Кроме понятий доминирующие виды и виды-идификаторы, существует еще такое понятие, как аспектирующие виды. То есть виды, которые создают аспект сообщества. Ну, если мы сейчас с вами посмотрим, что у нас цветет на лугу, мы увидим, что в основном цветет купырь, и именно он создает так называемый аспект. То есть вся пойма белая, и аспектирующий вид в таком случае – это купырь, преимущественно потому, что он доминант, и другие зонтичные, которые тоже в этом сообществе могут встречаться. В течение вегетационного периода разные аспектирующие виды сменяют друг друга, и, соответственно, сменяются аспекты сообщества. В современной зарубежной науке растительности чаще используют концепцию ключевых видов. Ключевым видом не обязательно должно быть высшее растение, это, в принципе, может быть любой организм. Участие этого организма в растительном сообществе может быть невелико, однако его влияние на это сообщество будет определяющим. Ну вот мы сейчас с вами стоим на берегу реки Москвы, прямо под поселком Нижняя дача Звенигородской биостанции, и вот напротив Нижних дач в реку Москва впадает ее приток река Дубешня. На реке Дубешня живут бобры. Однако кормиться они довольно часто приходят на Москварику. Вот вы видите, за мной растут кусты ив разнообразных, и другие кустарники. Вот это основной объект питания этих самых бобров, которые его очень активно грызут. Таким образом, участие бобров в этом сообществе, в этом биотопе, оно невелико, потому что они здесь даже не живут. Но весь внешний облик нашей поймы, он обусловлен именно влиянием бобров. Во-первых, они могут предпочитать те или иные виды. Кроме видов ив, здесь растет еще, например, черемуха. У черемухи такой своеобразный миндальный привкус и запах, и бобры ее не любят. Соответственно, в таком случае черемуха не поедается бобрами и получает некоторое преимущество по сравнению с видами ив. Кроме того, эти ивы немножко меняют свой габитус. Они не становятся деревцами, а становятся довольно широкими кустарниками. Опять-таки, вследствие того, что их грызут бобры. В эксперименте, который был проведен в Америке, правда, не с европейским бобром, а с канадским бобром кастер-канадензис, было показано очень интересное взаимодействие между бобрами и кустами, которые они их поедают. В поймах рек, где проходил эксперимент, растут тополя. Несколько видов. Эти тополя прекрасно поедаются бобрами. Вот это воздействие регулярное бобров на эти тополя стимулирует растения вырабатывать защитные вещества, которые должны, по идее, этих бобров отпугивать. Ну, возможно, с этой функцией они тоже справляются. Однако, гораздо интереснее их влияние на насекомых фитофагов из семейства хризамелиды. Эксперимент показал, что насекомые, которые кормились вот на этих кустах, челюсть 2 была богаче фенольными гликозидами, были гораздо устойчивее против своих собственных хищников. Вот такие непрямые взаимодействия, их довольно сложно оценить, не проводя специальные эксперименты. Однако, в природе они широко распространены. И я надеюсь, что в ходе дистанционной части нашей практики вы познакомитесь со многими такими экологическими непрямыми взаимодействиями. Вот это вот была довольно большая ель европейская, пицца и абиес. В результате, как видите, она сейчас представляет собой валежник. Как она была сломана ветром? Как же так получилось? Из-за чего это произошло? Ну, изначально она была поражена караэдом, типографом. Но в результате этого, собственно, растение усохло и в дальнейшем сильными ветрами было сломано. Возможно, вы обратили внимание, что в последнее время вот этих сильных ураганных ветров, например, в Москве, стало больше, чем было раньше. С чем это может быть связано? Ну, понятное дело, что, скорее всего, это какие-то комплексные причины, состоящие из многих разных факторов. Ну, и к тому же мы не знаем, были ли такие сильные ветра, например, там, сто лет назад. Мы не могли это пронаблюдать. Однако, есть одна возможная причина таких сильных ураганных ветров, о которой я вам и хочу рассказать. Дело в том, что у нас площади лесов вокруг города Москва сокращаются. Ну, во-первых, в том числе из-за вспышки караэда типографа. И подробней об этой ситуации, об этой истории вы узнаете во время наших следующих видеоэкскурсий. Во-вторых, это просто, конечно же, вырубки, потому что есть у нас обычные лесничества, в которых лес рубят. Кроме того, на территории биостанции были сплошные рубки в околовоенное время. И поэтому в настоящий момент у нас весь древостой, ну, более или менее однородный и более или менее одновозрастный. Лесные массивы, они, как правило, сдерживают воздушные потоки, тормозят ветер, снижая его скорость. Поэтому большое количество лесных массивов вокруг города, как правило, хорошо защищает город от сильных ураганных ветров. В то время как наличие большого количества каких-то открытых пространств, наоборот, да, способствует тому, что скорость ветра будет увеличиваться. Как же предсказать такие изменения, такие последствия? Казалось бы, последствия в целом неочевидные. Мы рубим лес для того, чтобы, например, получать древесину и строить дома, но при этом случаются очень сильные ураганные ветра. Вот для того, чтобы оценивать подобные риски, делать это грамотно и переводить на язык экономики, была предложена такая концепция, которая в настоящее время получила довольно широкое распространение в Америке и в Европе, которое называется «Экосистемные услуги» «Ecosystem Services». То есть, что это значит? Это значит то, что природа, экосистема предоставляет нам некие блага, которыми мы пользуемся. Понятное дело, что любые блага человек любит переводить на язык экономики. Грубо говоря, сколько мне это будет стоить? Но если при покупке нового мобильного телефона довольно легко сделать выбор и понять, что вот эта модель лучше, но дороже, а эта дешевле, но немножко хуже, и вы можете на основании этого сделать выбор, то в случае с услугами экосистемы последствия не всегда очевидны, и их цена, опять-таки же, не всегда очевидна. Если мы вырубим какой-то участок леса, что это будет означать с точки зрения экономики, с одной стороны это выгода от этой рубки, да, мы продадим эту древесину и сможем заработать денег. С другой стороны, возможно, как раз этот массив леса был очень важен для жителей соседних населенных пунктов, создавая для них подходящую среду для жизни, то есть, например, снижая загрязнение воздуха, опять-таки, снижая силу ветра, давая людям место для отдыха и так далее. Ну и, грубо говоря, сейчас приведу утрированный пример, но рубка некого лесного массива может привести к увеличению онкологических заболеваний в том или ином населенном пункте. Для того, чтобы бороться с этими онкологическими заболеваниями, придется построить несколько каких-то лечебных учреждений и так далее. То есть, экономически, возможно, глобально вырубка этого участка леса будет очень невыгодной, потому что строительство нескольких больниц и подготовка для этих больниц специализированного медперсонала может стоить намного дороже. Вот приблизительно этим и занимаются люди, которые разрабатывают концепцию экосистемных услуг. Пытаются перевести услуги, те блага, которые нам дает природа, на язык экономики. Какие же экосистемные услуги, как правило, обычно выделяют? Их все делят традиционно на четыре основных типа. Первый – это ресурсные, то есть непосредственное обеспечение ресурсами, необходимыми для человека. То есть, это какое-то сырье. Например, та же самая древесина, которая нам необходима для очень-очень разных вещей. Второй тип – это поддерживающие услуги, то есть поддержание экосистемы в том виде, в котором она есть. Если мы лишим экосистему каких-то важных ее звеньев, каких-то важных ее элементов, она может сильно видоизмениться, применять свои свойства, и это уже будет не то, что нужно непосредственно человеку. Третий тип – это регулирующие экологические услуги. Они заключаются в регуляции природной среды, например, в регуляции циклов каких-то элементов или в регуляции состояния атмосферного воздуха, создания микроклимата и так далее. Ну, например, непосредственно на болоте мы можем пренебречь теми ресурсами, которые она нам может дать. Но, тем не менее, болото – это место, где происходит депонирование углерода, что очень важно для круговорота углерода. И поскольку на болоте очень медленно происходит процесс разложения, то суммарный объем выделяемого кислорода превышает объем потребляемого кислорода, и поэтому для регуляции кислородного цикла болота также очень важны. И последний тип экосистемных услуг – это культурные экосистемные услуги. Дело в том, что для нас с вами природа очень важна. Мы все с вами заметили на карантине, как нам сильно хотелось пойти погулять, подышать свежим воздухом. Это рекреационные потребности. Для каких-то людей какие-то места могут представлять собой предмет религиозного культа. Что-то может представлять просто большую эстетическую ценность, какое-то очень красивое место, на которое приятно смотреть. Для нас, для людей это все бесспорно очень важно, поэтому пренебрегать вот такой вот культурной ценностью экосистемы тоже нельзя. Поэтому все вот эти экосистемные услуги, связанные с, грубо говоря, ублажением нашего человеческого взора, относятся к отдельной группе культурных экосистемных услуг. Иació Морсберг.